По приказу командования нашу роту в мае 1960 переправили с авианосца Юпитер на побережье. Все было обставлено с величайшей секретностью. Мы разбили палатки и внесли туда наш солдатский скарб, инструменты и оборудование. Нас оставили под командованием капитана Хукса. С нами были инженер-майор, руководитель работы и врач-лейтенант Виллард. За секретность всей работы отвечал полковник Брейди. Когда лагерь был разбит, мы вооружились лопатами и катками и стали разравнивать землю. Только впоследствии мы узнали, что готовили площадки для ракет. Во время работы внезапно заболел рядовой Уилкинс. У него поднялась температура, он бредил, его осмотрел врач. После осмотра Виллард был взволнован. Уилкинс заболел чем-то серьезным, сказал долговязый Дик. Офицеры долго совещались, а мы наблюдали за ними с тревогой. После этого Радис Смит развернул рацию и отправил шифонку. Нас выстрелили в одну шеренгу. Брейди произнес речь. Солджерс, основание для беспокойства нет. Наверное, у Уилкинса какое-то местное заболевание. Завтра придет вертолет с лекарствами. Действительно, на следующий день пришел вертолет. Пилот гарпнул. А ну-ка выгружайте. Мы вытащили на землю пять ящиков, удивляясь, зачем Уилкинсу не столько лекарств. Довговядый Дик случайно разбил один из ящик. И вот у нас прибор для измерения радиоактивности. Инженер-майор с этим прибором сразу же направился к Уилкинсу. Радиоактивности он не обнаружил. Ночью мимо нашей палатки прошли капитан Хукс и врач Виллард. Виллард сказал, и все-таки у меня нет никаких сомнений, Уилкинс заболел лучевой болезнью. Уилкинса на вернолете увезли в гости. А через день заболел рядовой скарт. Полковник Брейди приказал взять аппаратуру и обшарить все как следует. Лейтенант и инженер-майор ходили по территории с индикатором в поисках радиоактивных веществ. Ничего не обнаружено, доложил майор полковнику. Постройте солдаты, проверьте их, приказал полковник. Нас построили в одну шеренгу и ощупали прибором каждого. Радиоактивности не было. В этот день ночью болезнью заболело еще двое. В лагере началась паника. Полковник Брейди снова произнес речь. Солдерс, мы имеем четыре случая лучевой болезни. Радиоактивных веществ нигде не обнаружено. Есть подозрение, что это дел рук коварного врага. Радист подал полковнику радиограмму. Рядовой Уилкинсомер. В трупе радиоактивных веществ нет. Вас облучают гамма-лучами, которые не обнаруживаются в организме. Это диверсия. Враг может быть среди вас. В Мы лазали по деревьям, шарили за камнями, разыскивая диверсанта или скрытые запасы радиоактивного вещества. Мы перестали спать по ночам. Нам все казалось, что кто-то облучает нас гамма-лучами. Заболел наш врач Виллард. Мы столпились у офицерской палатки и кричали, «К черту это место! Нас специально привезли сюда, чтобы отправить на тот свет!» Возбужденные и взволнованные мы потребовали, чтобы проверили офицеров. Радиоактивность обнаружена не была. Виллард умер. После его смерти заболевания прекратились. Все решили, что диверсант он. Туда ему и дорогой, говорили мы. В лагере наладилась нормальная жизнь. Мы работали как черти. После окончания работ нам обещали отпуск домой. Однако недели через две во время установки арматуры в обморок упали рядовой эсседерс и долговязый дик. Все началось сначала. «Нас облучают с неба с высотных самолетов!» – крикнул кто-то. Мы бросились в лес и прижались деревьям, вглядываясь в безоблачное небо. Затем с криками протеста мы ворвались в палатку полковника Брейди. Он тоже заболел. В бреду он кричал «Диверсия! Страшная диверсия! Срочно нужна комиссия для расследования!» Всех больных погрузили на вертолет. Мы окружили капитана Хукса и требовали вывести нас из этого проклятого места. Но он не мог оставить без присмотра секретное оборудование. Мы бросили палатки и переселились в лес. Здесь, не обращая внимания на наших командиров, мы говорили «Нас уничтожают как чуму, потому что мы делаем гадость, устанавливаем эти вонючие ракеты!» Вскоре начались дожди, и мы один за другим потянулись из леса в нашей палатке. Через некоторое время заболел капитан Хукс. Он пригласил нас и сказал «Я заболел, потому что жил в палатке, в то время как вы прятались в лесу. Дайте активность в палатках, в ваших вещах. Сожгите все, кроме оружия и приборов!» После смерти капитана мы сожгли все. Сами в одних трусах с оружием и оборудованием стали уходить в горы. Впереди шел майор с индикатором радиоактивности. Когда мы были высоко в горах, майор вдруг закричал «Вот он, диверсант!» и указал на нашего общего любимца, ротного кота Джойса. «Бегите скорее! Это Джойс! Радиоактивные лучи от него!» Ломая все на своем пути, мы бежали от Джойса, как от чумы, забав в своем солдатском достоинстве. А он, ничего не понимая, бежал за нами. Раздолучился быстро, Джойс взяком подпрыгнул и упал замерто. Мы собрались на народе, даже от ужаса дождя. «Откуда взялся Джойс?» – спросил майор. «Мы привезли его с Юпитера. Но он жил там год, и никто не болел лучевой болезнью». Вскоре нам постричался грызовик, из него высший полковник. «Что это за голая свора?» – спросил он. Майор объяснил все, как было. «Только что мы расстреляли виновник радиоактивной диверсии – кота Джойса?» «Мы предполагали что-нибудь в этом роде», – сказал полковник. «В двух милях от вашего лагеря есть овраг, куда местные рыбаки сваливают рыбу, забракованную по причине радиоактивности. Когда вашему коту надоедал консервированный харч, он шел туда и жрал эту рыбу. Жрал вместе с цезием и превратился в мощный источник гамма лучей. Потом он приходил и облучал вас этими смертоносными лучами». «А почему рыба оказалась радиоактивной?» – спросил кто-то. «Неизбежный результат испытаний атомных водородных бомб необходимы для нашей национальной обороны. Загрязняются океаны, заражается рыба. Мы непременно запретим рыбакам так безответственно обращаться с негодным ловом». «А почему не издох сам Джойс?» «Видимо, кошки более живучи. Пусть в этом разбираются ученые. Вероятно, он подох бы позже». Полковник приказал нам вернуться на базу. Возвращаясь, мы поворачивали голову туда, где лежал расстрелянный кот, и думали, «А может быть, уничтожить нужно было не только Джойса, но об этом слух никто не сказал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова